Пересмотри развязку самой громкой MMA трилогии, а также насладись следующим турниром с Исламом Махачевым бесплатно на UFC Fight Pass. Предложение действует до 12 июля. Ссылка в описании. Заткнись нахрен. Я с победителем Дастином Порье. Дастин, прежде всего, поздравляем тебя с очень впечатляющей победой. Вы с Коннором продолжаете? Что он там говорит? Послушаем его. Да, с ним я тоже поговорю. Но сначала хочу узнать твои мысли о бою, потому что поединок шел в твою пользу. Очевидно, ты повалил его, обрушивал очень жесткий граунд энд паунд, и на последних секундах раунда происходит эта ужасная случайность. Он промахивается ударом и ломает лодыжку. Она у него треснула, когда я чекнул один из лоу-киков в начале боя. И на этом ударе он ее сломал однозначно. Когда я показал пальцем в начале боя, после хорошего чека, тогда она и треснула. Ты почувствовал это? Я почувствовал что-то, понимаешь? Он ведь очень жестко бил, так что... Это объясняет, почему нога сломалась именно в этом месте. Да, там, скорее всего, была трещина, затем он закрутил ее на удар, и она сломалась. Это очень странный поединок. В том плане, что перед первым поединком у вас была неприязнь, перед вторым он был очень дружелюбен. И в преддверии этого третьего боя, за последние пару недель, он перевел это на личные счеты. Да, я могу стерпеть любой треш-ток. Знаешь, в нем ведь нет ограничений, так? Но убийство — это то, с чем шутить не стоит. И этот парень говорил, что я умру здесь и так далее, что он убьет меня, что меня вынесут отсюда в гробу. Такие вещи говорить не надо. Я вот желаю ему благополучно вернуться к своей прекрасной семье, понимаешь? Учитывая, как проходил поединок, ты однозначно чувствовал, что он идет в твою пользу, так? Да, конечно, да. Он поймал меня хорошим кроссом, как и в прошлый раз. Я его не увидел, и он потряс меня. Немного пошатнул, но ноги были подо мной. Тейкдауны проходили легко. Он засовывал пальцы мне в перчатки, дергал меня вниз на апкик, я говорил об этом Хербу. Так что он грязный говнюк. Твой граунд-энд-паунд был очень эффективен, и все, кто освистывают меня, все, кто кричат, можете поцеловать меня в задницу. Дастин, скажи, разочарован ли ты в каком-то смысле, или же ты полностью доволен этой победой? Ну, чувак, знаешь, карма — это зеркало, и этот чувак наговорил кучу разного дерьма. Я же усердно пахал, и иногда такие вещи происходят. Нет, я побил его. Ну что ж, ты хороший человек. Поздравляем, сэр. Наслаждайся победой. Ребят, заходите на goodfightgroup.com. Мы собираем деньги. Я, Джастин Рен, Мэнни Пакьяо. Мы собираем деньги, чтобы построить дома для пигмеев Уганды. И также есть один особенный парень, который борется с раком. Он сейчас на арене. Пейден Мёрфи. Для меня честь, что ты здесь. Ты вдохновляешь меня, и ты настоящий боец. Я могу в любое время остановиться, а ты настоящий боец. Я люблю тебя, брат. Дастин, порьи, леди и джентльмены. Конор, поединок, очевидно, закончился ужасным образом. Поделись своими мыслями о том, как все шло. Я разносил его в боксе, разбивал его ногу. Как обычно, он прыгал в ноги, чтобы сократить дистанцию. Это не конец. Если придется, мы закончим за пределами октагона. Мне совершенно насрать. Он сказал, что считает, что повредил твою ногу, чекнув один из твоих лоу-киков. Не было ни одного чека. Он ни один удар не чекнул. Твоя жена пишет мне в личку. Эй, детка, черкни еще раз, пообщаемся. Жду тебя на автопате в ночном клубе Уин, детка. Сука ты неверная. Пошел он. Конор, ты промахнулся ударом и упал. Скажи, что ты почувствовал? Какие у тебя были мысли? Да, кость просто разломилась, и я еще и встал на эту ногу, как Андерсон Силва в тот раз. Что-то подобное. Это просто сумасшедший бизнес. Черт бы его побрал. Слушай, это был сумасшедший поединок. Я уверен, ты вернешься. Уверен, что ты захочешь еще раз биться с Дастином. И уверен, что он не откажется.